Филат взял этот флажок, если вы заметили, унионистский. Я понимаю его тактику, потому что он понимает, что он не может соперничать. Он, наоборот, очень 4 апреля я не поверил своим глазам и ушам, когда Владимир Васильевич Филат, сидя на вашем месте, начал говорить о молгавском патриотизме и будущей Молдовы как самостоятельного, независимого и гордого игрока, несмотря на свои параметры географически-территориальные, на юго-востоке Европы. Для меня это было откровение. Дай бог, я не знаю, я, к сожалению, не смотрел эту передачу. Я видел несколько его заявлений о том, что у нас нет будущего. Он взял этот унионистский флаг. Я его, как политика, примерно понимаю, потому что есть этот правый фланг, где он всегда находился, ЕС, Румыния, но он занят, и занят плотно. И он видит, что его туда не пускают, и он что бы ни делал. Второе, ПАС начали себя омерзительно вести к нему, они забирают у него людей в территориях и так далее. То есть они уже далеко не союзные. А статус к вам может поменяться. Вы же знаете, что на 27 мая текущего года запланирован съезд ЛДПМ. Склонен думать и верить, что Владимир Васильевич будет переизбран вновь председателем. И я боюсь, что у Майи Григорьевны может начаться шок и трепет из этого. Но, по поводу шока и трепет, я не знаю, если она вообще реагирует на внешние раздражители. У меня такое впечатление, что потеря контактов. Я учусь серьезно. А как она видит этот мир? Через двух-трех советниц? Не советников. Если вы посмотрите, там у нее советницы. Через двух-трех? Ну, может быть. Но я не знаю руководителей, которые так получают информацию, они адекватно воспринимают реальность. Александр Денис – первый президент в истории, в новейшей истории республики Мудова, где мы, профессиональные журналисты, должны очень сильно напрячь свои мысли и память, чтобы понять, кто ее советники. Потому что советников Снегура, Лучинского, Воронина, Тимофтия и Дедона мы знали. Конечно, конечно. Потому что они были реальными. Поставьте меня в великой китайской сцене и расстреляйте. Я вам просто не назову советников и советниц. Майи Григорьевны. Да, да. Я их не знаю. Потому что они не играют никакой роли. И в этом смысле надо признать. Я не знаю, кто смотрел когда-то мои передачи, насколько жестко я критиковал Филата прямо с самого начала. Начиная от его 7 апреля, начиная от подлых, абсолютно против коммунистов, фейковых, куча там было обвинений неправильных. Его следующее поведение. Но по-человечески я не раз выражал симпатию с его трагедией, жизнью, которая произошла. С ним поступили несправедливо, нечестно и незаконно. Теперь, я ожидал, что после того, как он выйдет из этого, как говорят китайцы, тюрьма – это школа жизни. Это говорит не только китайцы. Что, что? Это говорит не только китайцы. У них это особенно. И на самом деле человек это меняет. Думаю, он становится более опытным. И в этом смысле, как для человека здесь живучего, Филат с его трагедиями, он, конечно, представляет для меня интерес, как я надеюсь, он чему-то научился. У нас людей, политиков, по сути, я их не особо вижу. И я слежу иногда, смотрю за тем, что он говорит, в надежде, что я увижу государственного мыслителя уже другого уровня. И надо признать, что какие-то вещи он уже более мудрый человек. Но если он будет продолжать играться опять в эти иностранные флажки, с этим унионизмом, я не против, бери ты там свою идею. Но в Молдавии остались те, кто здесь хотят сдаваться. Я не знаю, что Ленинс в днём 4 апреля не увидел. Может быть, вы говорите об одном, но вы слышали его заявление над тем? Или нет? Меня подкупило его заявление о будущем этой страны. Я только рад, слушайте, я это и пытаюсь сказать.